Всем привет! Сегодня очередной день наших покупок. В прошлом месяце ролик не вышел, но это по моей глупости. Я все снял, но забыл включить звук. Поэтому видео было без звука. Я уже решил, что не буду монтировать. Есть как есть. Но результаты наших закупок в прошлом месяце есть. Мы их увидим. А сегодняшние делаем сейчас. Так что погнали! Опять делаем закупочки по известному нам нашу штуку. Делаем все быстренько. Помидорки. Картошечка. Макарошки. Макарошки. Молочко. Макарошки. Порошок. Макарошки. А вот с мясом, с мясом вопрос. Да, поздно я пришел в магазин и уже ничего нет. Ого. Тору, Санечка. Хлебушек. Ммм, какие акции на сахар. Купи 10, будет по 2 злотых. Сахар. Итак, что у нас по нашему списку. Помидоры есть, картошка есть. Дальше макароны, сахар, короб, молоко, хлеб, круассан, масло забыли, вот что мы еще забыли. И будет полный список, без учета того, что нету мяса. На масло тоже акция, последнее почти забираю. Дальше макароны, сахар, короб, молоко, хлебушек. 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 ну что покупки сделали опять у нас не было мяса не свинины не курицы поэтому опять будем брать цены сайта как обычно но сегодня суббота поздно я пошел в магазин ну поэтому поэтому и уже нету ничего может оно и было блин я что посмотрел может там ценники висели делаешь ладно погнали считать вот такая общая картина по ценам у нас получается будем сразу анализировать за два месяца так как прошлом месяце материал был отснят но не выпущен и сейчас я очень об этом жалею так как цена выбранной продуктовой корзины прошлом месяце составила всего 85 злотых 22 гроша и стала самой низкой за все 10 месяцев съемок эксперимента хотя и в текущем месяце итоговая стоимость всего 85 злотых 37 грош что ниже первые закупки в рамках нашего эксперимента составляющие тогда 85 злотых 46 грош и ноябрьские цены которые до сих пор были самыми низкими наконец-то рухнули со своего педестала посмотрим более детально в разрезе каждого отдельно взятого продукта если есть какая-то логика в этих ценах то хлеб у нас неприлично скачет в цене месяц через месяц то 2.99 то 3.14 я так понимаю что в сентябре нам стоит ожидать цену на хлеб в размере 2.99 именно из-за скачущей цены на хлеб чеки за июль и за август отличаются все остальные продукты второй месяц держит стабильную цену молоко и куриное филе не изменилось в цене ни на грош за все время нашего эксперимента что не может не радовать также стабильно ведут себя в последнее время цены на сахар свинину макароны творог картофель в продаже все еще молодой он немного дешевле чем в июне но не опустился еще до цен ноября ожидаем снижение цен после полного сбора урожая в конце августа или начале сентября помидоры в последние два месяца также стали дешевле разница с июньской ценой составила аж целых 2 злот и также второй месяц подряд радует своей ценой круассан он стал дешевле на целых 20 грош и сравнялся в цене с круассаном своего главного конкурента лидлом еще бы и по вкусу сравнялся вообще бы было замечательно как видим общая картина по ценам довольно стабильно какие-то прямо катастрофические изменения в ценообразовании не прослеживаются все предпосылки к тому что большого скачка цен в ближайшее время не предвидится но как говорится время покажет надеюсь видео получилось полезным и интересным буду рад если поддержите мой канал лайком комментариями и подписками всем спасибо за просмотр и пока